Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Лукашенко опять умер. Много пишут о том, что Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы. Лукашенко прикован к больничной койке. Врачи запретили ему летать. Диктатор не может покинуть Москву из-за серьезных осложнений. По словам политолога Дмитрия Балкунца, его жизнь угрожает опасно. Но белорусский Гаюн заявляет, что на текущий момент они не подтверждают информацию о госпитализации Лукашенко в Москве. По информации Гаюна, Лукашенко вернулся в Минск 25 мая в 2020, после чего его кортедж был замечен на пути к резиденции. В общем, непонятно, умер диктатор, жив диктатор, уехал ли он в Беларусь или нет. А такой ажиотаж к этой новости только потому, что каждый белорус осознает, что здоровье диктатора висит на волоске. Это последние болезни. Ковид и его последствия. Инфаркт, инсульт, инфекция, тахикардия, операция на колени и, естественно, мозаичная психопатия. Все это диагнозы диктатора за последнее время. И это только то, что мы знаем. Поэтому, когда я слышу о том, что Лукашенко умер, я спешу об этом рассказать вам. Диктатор, очевидно, пока жив. Шампанское распаковывать не нужно, но его уже прикупить пора. В районе Бахмута дезертировало из ЧВК в Вагнер еще 30 оккупантов. Я вчера говорил, что из ДНР семеро убежали и еще, по-моему, около 15 или 20 убежали с фронта. Побеги продолжаются. А с учетом того, что Пригожина начали сливать, ЧВКшники чувствуют свою защищенность. Так или иначе, уже кувалды по голове могут и не получить. Талибан объявил войну Ирану. На нашем небольшом шарике теперь еще одна война. И это огромная проблема Путина. Снова Путина. Так или иначе, шутки шутками, а вооружение Российской Федерации будет на вооружении Ирана. Ведь Иран поставляет дроны Путину. И, как вы понимаете, не просто так. Еще не исключаю, что ядерное оружие у них появится за счет этого самого Путина. В общем, игра принимает довольно интересный оборот. Страшная путинская игра. Американский сенатор в ходе разговора с президентом Украины назвал смерть россиян удачной тратой денег США. И речь идет тут о том, что Соединенные Штаты Америки потратили 4% военного потенциала, ну, ВВП военного, на то, чтобы Украина дала присраться русским оккупантам. И Америка тут выиграла со всех сторон. Во-первых, они потратили ничтожно малую сумму для того, чтобы поставить на колени путинский режим. Это первое. Ну, а во-вторых, они сами по факту даже не воевали. То есть они обыграли Путина просто на изи, как сосунка, как ребенка. Хотя заявление, даже как по мне, кажется немного жестковато. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Линия Хренина оказалась короткой, как и будущее Хренина и Лукашенко. Всего 300 метров оговорили о том, что там чуть ли не фортпост собрались строить. Я не знаю, для чего нужна была эта показуха, какую цель она преследовала, но это просто сюр. В прямом смысле слова. 300 метров построили оборонительных и заявили чуть ли не линия Хренина. Ну, хрень в общем. Михаил Подоляк высказался о Беларуси. Он заявил о том, что место Беларуси в Евросоюзе. Пусть и не сразу. Беларусь – европейская страна. Необходимо понимать, что перспективно Беларусь – это европейская страна. Беларусь будет точно в Европе. Беларусь абсолютно по своим ценностям, две трети, по крайней мере, как минимум Беларуси, по своим ценностям гораздо ближе к европейским, нежели к российским. Потому что Россия – это ценности авторитарного типа, лагерного типа. Это абсолютная изоляционизм, это абсолютное ограничение прав и свобод. Это абсолютно, скажем так, низкий уровень жизни. Ну и так далее и тому подобное. Мне кажется, Беларусь – это другой тип страны, которая будет вместе с Украиной. Ну, может, чуть позже, но тем не менее в Европе в полном объеме. И мы это доказали еще в 20-м году, показав свою солидарность и сплоченность, свою порядочность и аккуратность. Ну, революция с цветами и снятыми кроссовками – это многое доказало. Да, мы не победили, но мы показали, кто мы есть на самом деле. Если диктатор – кровожадный убийца, то белорусский народ – европейский, порядочный народ, который хочет жить красиво. Я сейчас записываю видеоролик, когда еще результатов выборов нет. И могу сказать о том, что выбор выиграл Эрдоган. И не потому, что я за него болею или пытаюсь как-то за него топить. Такие, как Эрдоган, власть не отдают. Ну, а красивая игра со вторым туром – это, в общем, система не Лукашенко, но довольно уверенная. Эрдоган и деньги раздавал на избирательных участках, что является, в общем, нарушением закона. Но какие законы? Эрдоган – власть не отпустит. Появилось несколько видеозаписей у Азаренко, где тот брыжет слюной в отношении Протасевича. Суть проста. Протасевича позвали на интервью к Азаренку, записали довольно интересное интервью, интересное в их плане. Там, в общем, было о чем поговорить, было с чего посмеяться и позлиться. Но суть не в этом. Для Романа Протасевича вместо коврика поставили БЧБ-флаг и гоняли его туда-обратно и снимали это все на видео, пытаясь понять, наступит он на него или нет. Азаренок сетует. Трижды перешагнул, а на флаг не наступил. Белорусским политическим заключенным теперь запрещено покидать Беларусь даже после освобождения. Даже их предупреждать никто не будет. Просто запрещено и все. В Беларуси такой огромный отток белорусов, что они пытаются всеми способами удержать их в стране. Тюрьма в тюрьме. То есть ты сидишь в тюрьме, вышел из тюрьмы, остаешься по факту в той же самой тюрьме. Под колпаком КГБ. Теперь белорусским политзаключенным просто нельзя вылежать за пределы страны. А так, то, что это незаконно, никого не волнует. Ведь никто не имеет права ограничивать наземное пересечение границ при наличии документов. В Беларуси предприятия продолжают складировать свою продукцию. Ее запасы на складах организации промышленности на 1 мая 2023 года выросли в треть. Оценивается в 9,2 миллиарда рублей. Годом ранее аналогичный показатель составлял 7,4 миллиарда рублей. Они говорят санкции на пользу, но по факту это ложь. Самое главное, что сделает Лукашенко с этими товарами, это когда валюта в Беларуси упадет, рухнет на колени, он продаст в два раза дешевле все то, что сделал, найдет куда сбагрить. И расскажет всем, что он поднял экономику в белорусских рублях. А если перевести на доллары, как обычно, посадит нас всех на жопу. И долги будем отдавать мы. Мы с вами, Беларусь. Вниз. Самая массированная атака дронами произошла прошлой ночью в Украине. Большинство из беспилотников атаковали Киев, который вчера отмечал День города. ПВО удалось сбить 52 из 54 российских шахидов. И 40 из них летели в столицу. И это месть за 9 мая. Ведь Путин с дрожащими коленями ходил по площади, рассказывая, как красиво и как небезопасно. А когда хлопнуло, недалеко от них, так там все ляжки обосрали, а Путин прям убегать начал. Так расстроился и обиделся, что решил поздравить украинцев, которых он якобы освобождает от режима Зеленского. 50 ударами. Благо ПВО отработало хорошо. И вот после этих новостей я даже не уверен, правильно ли американец сказал или нет. По этому вопросу предлагаю дискуссию развести в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живей Беларусь! Слава Украине! Пока!